здравствуйте дорогие мои телезрители канала фонтов и конечно мои любимые подписчики на канале youtube голова садовая вы все помните мою теплицу с елизаветой второй есть такая земляника садовая крупноплодная ремонтантная которая плодоносит особенно хорошо в сентябре месяце ну к сожалению вот те замечательные муравьи которые уничтожают миллионы чужих личинок они мне уничтожили практически всю ягоду из того что было остался вот один куст этот несчастный плодоносит ну он молоденький конечно плодоносит как надо красивенько уже с него ягода много снята а вот все остальные выглядели очень печально но здесь проблема не только посадочного материала но еще и наших кривых ручек очень много задаете вопросов по поводу ягоды и очень много вопросов и на радио и на телевидении почему вот да с ягодой так плохо она не приживается может быть потому что лето такое жаркое да нет мои дорогие это не лето жаркое это мы такие жаркие нам надо делать все быстро все вот мгновенно и быстренько убежать вот я не позднее чем на днях во первых я отливала ее нашатырным спиртом это азотчистое соединение очень легкая быстро употребляется растением и буквально там за несколько за трое суток она просто поднялась она стала в три раза выше ростом у нее стали зелеными красивыми листья я надеюсь что муравьев нет потому что прежде чем сделать вот эти два гребня под укрывным а я буду только так сажать ягоду я рекомендую вам не настаиваю но рекомендую потому что после нынешней зимы хотя снега была вот так а где-то и вот так ягода живая осталась только та которая была посажена вот таким образом все остальное погибло и прежде чем накрыть укрывным я отработала каждый гребень по репаратам гром 2 я вносила его в поверхность это два сантиметра перемешивала с почвой потом делала лунки там где растения росли и еще одна ваша беда значит там где растения уже росли те которые были скукоженные духные еще и значит им позволили выпустить цветочную плодовую кисть нет мои дорогие пока зеленые массы у вас не будет достаточно много то есть пока ваши земляники не будут выглядеть так же как например в конце июля месяца имея огромное количество зеленых листьев нельзя давать ремонтантной ягоди выбрасывать цветоносы то работать то будет на эти цветоносы три листика а то и два это же неправильно нельзя заглублять сердечко при посадке часть которая здесь ягод нет сердечки были настолько заглублены что торчали только знаете вот такая палочка и на ней дохлый листик пришлось их выкопать и выкинуть и когда я их выкапывала я нашла еще одну ошибку посадочный материал с коричневыми корнями страшными и как они ладно пусть они будут коричневые раз другого нет ну как они посажены вот такая луночка и вот эта лохматость сунули туда и корни загнулись вверх я сто раз говорила корни выпрямлять по всей их длине в лунку лунка должна быть такой длины но не такой ширины если такой ширины вы кладете на бок и так что вас корни все были в лунке они все должны быть засыпаны землей как только один корешок загнется и вылезет на поверхность почвы у вас кустик погибнет не заглубляйте сердечки она же сердечко гниет и ягода ваша уже не вырастет но так она устроена я обработала громом 2 2 этих гребня и натянула укрывной расстелила его и на нарезала и расстелила и положила доски не потому что они здесь будут всегда лежать нет здесь раньше были полоски с этой стороны рубероида и с этой стороны широкий рубероид но куда-то он исчез я его пока не нашла поэтому здесь будут убраны доски а это для того чтобы ночью уже не укрывной ветром не унесло уже очень легкий мне просто очень хочется закончить вот эти гряды чтобы они были готовы к посадке хорошего посадочного материала что я сделала дальше ну доски придавила понятно это же каждый догадается чем угодно но значит ягоду надо было как-то понимаете либо ее выкопать потом посадить но мне очень жалко растения они же уже растут поэтому я нашла другой вариант у каждой у каждого кустика ягода я сделала лунку да она достаточно ну глубины вот такой сделала лунку с чуть-чуть бы как бы приподнятой серединкой чтобы вода около сердечка не стояла и когда я застелила укрывной я просто рукой на ощупь искала лунки и естественно прорезала такие отверстия крест-накрест для того чтобы получилось вот так вот посмотрите вот оно место для посадки ягоды все очень просто все замечательно вот сейчас хочу показать как прорезать этот крестообразный разрез сделать и как угадать лунка там или нет потому что правда технология она у нас такая вот прям сермяжная я все хочу спросить наших продавцов в магазинах семена когда вы привезете специальный укрывной черный и белый материал уже с прорезанными отверстиями вы чё думаете мы тут все за уралом вообще ничего не соображаем уж будьте любезны расстарайтесь пожалуйста куда приятнее ровную полосу раскинуть да а можно две сразу чтобы обрабатывать с разных сторон и все так я корячилась целый вечер ну час точно пока я прорезал эти отверстия ну что такое то ну что поехали смотрите на укрывном ну это я уже придавила да как бы ну я так разделила так чтобы они у меня были на том расстоянии которое мне нравится посмотрите вот она лунка вот ее середина вот ее края бортики чтобы вода никуда не девалась берем острый край ножниц у него есть устроение острый данном случае острым я держу рукой вставляю вот так вот это раз а вот это будет 2 и сюда тоже разрез вот он получился крестообразный разрез можно чуть-чуть увеличить вот в эту сторону а теперь смотрите все очень просто видите загибаем вот эти краешки у нас получается место для куста ягоды видите как просто все а вот здесь вот вот внимание обратите что здесь прикрыто да я не загнула края вот рано весной когда еще холодно она уже зелененькая эти края можно в принципе вот так приподнять для того чтобы заморозок ее не долбанул это очень все как бы удобно видите и она будет прикрыта солнце нагревает все это дело воздух там теплый хороший она себя чувствует прекрасно еще раз повторяю погибла вся ягода кроме купчихи которая была посажена на черном укрывном материале на гребне гребень не вот такой гребень края приподнят и вот но сантиметров на 12 там 15 максимум да он имеет пологие склоны а вот середина у него вот такая вот и только к центру к где сам кустик посажен чуть-чуть пригорочек а вот здесь уже бороздка для поливки и бортики естественно вот и все то есть вот так вот такой гребень запомните пожалуйста это очень удобно сделайте один раз хорошо и у вас все получится ну я осталась довольна своей работой посмотрите все красиво ну да немножко по колхозному но когда засыпется опилки посредине и по краям все сразу станет красиво а вот то что здесь была теплица хочу вам сказать что теплица здесь будет она будет металлическая она уже есть я просто не ставила теплицу 3 на 6 только потому что здесь росли три куста арония черноплодки и вон там уральское наливное которое пытается погибнуть мне нужен был еще метр мне мешала яблоня раз она такая дохлая чахлая и она не жизнеспособная это вижу я все-таки метр заберу и здесь появится теплица стационарная но единственное что у него будет не так это чехол специально для нее сшитый он с дверями он с форточками у него все великолепно но на зиму растут будет ягода а здесь только ягода будет будут подвесные контейнеры будут подвесные кашпо но здесь у ней будет жить ягода здесь очень хорошо а на зиму чехол будет сниматься для того чтобы все было укрыто снегом иначе в сибири землянику в карбонатной теплице вряд ли можно сохранить ну я надеюсь что хорошие добрые советы вы принимаете я очень на это рассчитываю используйте чужой горький опыт а не свой собственный это большая роскошь всего вам доброго до свидания здоровья вам и счастья а